То, что показывают в вашем телевизоре, может быть заразное. Вы и сами не заметите, как начнете повторять то, что в нем говорят, и жить как вам навязывают. Мы не в состоянии никого вылечить. Мы только диагностируем. Берем телеобразец и под микроскоп. Меня зовут Антон Гришин. Здравствуйте. 19 мая 1922 года вторая всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Этот день отмечался в СССР как день рождения пионерии. Сегодня в этот день в России отмечают день русской печи. В Туркмении праздник поэзии Мактынгулы. В Дании день всеобщей молитвы. В Турции день молодежи и спорта. В этот же день, 19 мая 1952 года писательница Лиллиан Хелман сенатской комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, возглавляемой сенатором Джозефом Маккарти, заявила об отказе свидетельствовать против своих друзей. «Я не могу и не буду изменять своей совести, следуя сиюминутной моде». Конец цитаты. Мода на переменчивый пройдет модой на русские печи, на Мактынгулы. Сто лет со дня рождения пионерии мы будем праздновать уже через шесть лет. Актеры в прошлой жизни свои могут быть пожарными, милиционерами, психотерапевтами. У меня сегодня уникальный гость, кандидат философских наук, народный артист Российской Федерации Владимир Раиматов. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Здравствуйте, Антон. Вы философ? Да, философ и тубист. Бас – это большой такой механизм духовой, который обеспечивает все басовое звучание в духовом оркестре. Вот я был тубист в Московском Суворовском Музыкальном Училище, у меня пять парадов на Красной площади отхожены. Да, и там же я впервые участвовал в театральной постановке, то есть вышел на сцену в спектакле «Нашествие Леона». Слушайте, а как по Красной площади ходить вообще? Что это за ощущения? Вы же там вроде барабанщиком были. Да, мы открывали парады, это рота юных барабанщиков. Надо иметь в виду, что нам было тогда по 12-13 лет, первый парад – это 13 лет мне. И, конечно, это ощущение ответственности, волнения жуткой и какого-то вот восторга почти счастья. Понимаете, когда огромное, ну, огромное, как мне тогда казалось, всего 80 человек на самом деле. Значит, и профланговые первые шеренги, провнявшись флажком, определенно кричит счет, и все 80 человек в один голос кичат. И раз! И начинает идти по стойке смирно. Это просто мурашки по коже. Плюс прямая трансляция? Плюс прямая трансляция. Плюс родители смотрят? Да. Они вас там высматривали? Ну, конечно. А парады какие? 1 мая и 7 ноября. И только вот в 65-го года, в год 20-летия Победы, первый парад был проведен 9 мая, и потом они стали традиционными. Вы Зюганова на одной кафедре учились? Да, так получилось, что мы с Геннадием Андреевичем защищались на одной кафедре. Не вместе, конечно, в разные сроки, но тем не менее. Это была кафедра теории и методов идеологической работы в Академии общественных наук при ЦК КПСС, где Геннадий Андреевич был аспирантом на этой кафедре, а я младший сотрудник в НИИ Академии. Почему философ, Владимир Сергеевич? Что вас так привлекало в философии? Как раз меня подтолкнула армия, потому что у нас был такой замечательный со мной сослуживец, такой Володя Казначаев, он, к несчастью, уже ушел из жизни, неважно. И вот мы запираюсь к оптерке несколько человек, и он нам рассказывал о всех современных течениях в литературе, которые так или иначе были связаны с философскими направлениями. От него я знал об эксенциализме, фрейдизме. Слушай, а вы где служили, прошу прощения? Я служил в ПВО, недалеко от Москвы, 25 километров. О позитивизме в ПВО – это красиво. Да, вот тем не менее. Наша советская армия. Да, да, да. Но если вы философ, если вы живете сегодня в нашей стране, вы точно абсолютно должны быть фаталистом. Интересно, почему? Потому что все предопределено. Я бы не сказал. Все-таки, знаете, индивидуальное сознание есть индивидуальное сознание. Мы всегда можем и обязаны принимать самостоятельные решения. Я именно поэтому никогда не пойду ни на какой митинг. Потому что я хочу сам принимать какие-то решения и сам самостоятельно думать о тех или иных проблемах, явлениях, которые в нашем обществе происходят. И по возможности самостоятельно делать выводы относительно того, что происходит, в том числе и в стране. Делаете выводы? Делаю. К сожалению, неутешительные. Иногда что-то меня радует, но гораздо чаще делаю неутешительные выводы, к сожалению. Вам повезло с современной классикой, скажем так. Даже не с современной классикой, а с фигурами 20-21 века. Я сейчас про актерство говорю. Исключительно. Это тебе и Михаил Сергеевич. Это тебе и Власик. Вас очень любят режиссеры на советскую действительность подписывать. Вы такой вот как-то советский человек или что? С чем это связано? Мы сейчас говорим только о профессии. Да, исключительно о профессии. Но вообще меня, честно говоря, это не очень устраивает. Мне хотелось бы сыграть многое другое. Вы еще абсолютнейшая кровавая гыбня такая в разных своих интерпретациях. Пожалуй. Но мне как раз вот этот образ Копыльцова, этот персонаж, который вы, очевидно, имеете в виду, когда говорите, что вот такая кровавая гыбня, показался интересным по другой причине. Мне кажется, что это несчастный человек, искалеченный ситуацией, искалеченной системой, вынужденный принимать эти решения. Если мы сейчас говорим о Копыльцове, о фильме «Однажды в Ростове». Мне хотелось показать, что он принимает эти решения подчас вопреки совести своей и пониманию того, что происходит. Вот если я это не достиг... То есть он все понимает, но сделать с этим ничего не может? Ничего не может. Он винтик этой системы, понимаете? Этой репрессивной машины. Вот если я этого не донес, то мне кажется, это неудача. Но вы больше человек в погонах, чем в камзоле, скажем так. Когда я надеваю форму, почему-то все режиссеры говорят, вот это то, что надо. Даже тебе ничего играть не надо. Хотя очень многое хочется сыграть, но, к сожалению, такая ситуация и в кино, и по разным другим причинам, боюсь, что не получится. А по каким разным другим причинам не получится? Годы уходят. Антон, вы знаете, уходят годы. И, к сожалению, я пришел в профессию поздно, в 38 лет. Я пришел в профессиональный театр, к Марку Разовскому, в театру Нихийских ворот. Мне было 38 лет. Очень много упущено. Но вы же не хотели мальчишке-бальчишке играть? Нет, конечно. Но Гамлет я бы сыграл. Вот у нас сейчас в театре идет Гамлет. Это уже не моя роль, к сожалению. Я уже играю по луне. Михаил Сергеевич Горбачев в вашем исполнении, он какой-то странный очень получился. Вы тоже его делали метущимся? Мне не показалось, что он странный. Хотя у зрителей всегда какая-то своя точка зрения. Нет, но у нас же восприятие любого политического лидера, тем более, которого мы помним. У нас всегда мы его воспринимаем таким, каким мы его запомнили. Это может быть не странность. Вы знаете, это может быть некая неуверенность. Мне интересно было, человек, который с трудом принимает какие-то решения. А если принимает, то принимает их под давлением. Так оно и было, кстати говоря, на самом деле. Мы об этом знаем хорошо. Это человек сомневающийся. И мне кажется, что на каком-то этапе Михаил Сергеевич просто потерял рычаги воздействия на ситуацию. Он в какой-то момент понял, что от него уже мало что зависит. Вот показать такого человека, мне кажется, это интересно. И, по-моему, это совершенно нормально. Большой политик, политик, который занимается серьезными проблемами, должен понимать, что он может оказаться в такой ситуации. И, скорее всего, окажется. И Михаил Сергеевич не исключение в этом смысле был. Если странность это в том, что он в чем-то был неуверен, ждал какого-то толчка, чьей-то подсказки, то пусть странный. Ну, что делать? Вот такой он был. Вот такой он был. Это в начале перестройки он, понимаете, какие-то вещи отстаивал последовательно. А потом он немножко сдулся. Простите, Михаил Сергеевич, за выражение. Вот. Ну, мне так кажется. Почему в последнее время, опять же, это может только мне казаться, в последнее время каналы все чаще стали обращаться к союзному опыту? У нас подавляющее количество сериалов и кино. Они все о союзном. Ну, да, они винтажные. Да. А почему вдруг так? Я задумывался над этим. Честно говоря, я не могу найти на это какой-то, так сказать, определенный, абсолютно достоверный, что называется, ответ. Во многом это объясняется тем, что мы ностальгируем по той атмосфере. Мы все имею в виду. Даже, вы знаете, поразительная вещь. Вот у меня два сына. Одному 25, другому 20. Они с удовольствием смотрят этот сериал. Ну, я понимаю, что в этом интересе нет того, о чем я сказал, нет ностальгии, желания окунуться в ту атмосферу. Но интерес к истории, к нашей, интерес к тому, что происходило в те годы, некое, знаете, о, как был, надо же, пап, что действительно, вот, некое удивление от того, что что тогда происходило и на каком языке мы говорили. Кстати, это тоже интересная тема. У них есть. Я думаю, что этим объясняется. Но, в принципе, не думаю, что молодежная аудитория, я просто как социолог, поскольку я долгое время занимался социологией, телевидением, не думаю, что в аудитории большой процент молодежи, в аудитории тех, кто смотрит эти сериалы, думаю, все-таки это среднее и старшее поколение. Молодежь, интересно, внешний какой-то, да, антураж какой-то, вот так ходили, да, такие штаны были, вот такие машины были, вот так стояли в очередях. Но, в принципе, с точки зрения, мы сейчас уже про идеологию поговорим, я вот смотрю какие-то сериалы, я не могу сказать, что все это неправда. Но то, что перекосы сумасшедшие идут, просто сумасшедшие. И то, что было тогда сереньким, мы делаем абсолютно черным. Да, да, совершенно верно. А зачем? Это же наша история, вы сказали. А-а-а, рейтинги. Вот нужны рейтинги, с этим ничего не поделаешь. Вот если не будет вот этой перчинки, да, если мы вот сейчас здесь немножко не пересолим, то так будет смотреть не с таким интересом. А вот давайте, ну тут все определяет проклятые рейтинги. Вы меня однажды спросили, чего я больше всего не люблю. И среди прочих разных моментов я сказал, попсу ненавижу. Я имел в виду, к тому времени, когда я отвечал на этот вопрос, попсу буквальную, эстрадную. А потом вдруг мне пришла в голову мысль, что эта попса, которую я ненавижу, начинает затягивать в эту... То есть все превращается, все превращается постепенно в попсу. Понимаете, в чем дело? Вот эта вот воронка, которая оказалась гораздо сильнее, мощнее и глубже, чем мы предполагали. Даже информационные передачи превращаются в попсу. На всех каналах одно и то же. Невозможно смотреть на это. Понимаете, в чем дело? Бесконечные шоу, бесконечные сериалы, обязательно то, о чем мы с вами говорим, обязательно с неким плюсом, с неким утрированием всего того, что происходило. С неким копанием, рассматриванием, разглядыванием. Все превращается в попсу. Вот это чудовищно. И это страшная тенденция, которая меня просто отвращает. И телевидение заставляет выключать экран. Вот это чудовищное явление. И, к сожалению, это уже не только телевидение касается. Вот в чем дело. Вы занимались социологией в телевидении, сказали. Да, недолго, но занимался. А что это? Расскажите, пожалуйста. Ну, тогда, видите, это был 1985 год, когда я пришел в Гостелерадио. И стал через некоторое время зав. отделом социологических исследований. Главной редакцией, редакцией писем и социоисследований. Потом зам главного редактора. И когда меня решили делать главным редактором, так сложилась ситуация. Я ушел в театр. Да, я был зав. отделом социологических исследований. И, пожалуй, в этот период впервые мы стали проводить такие массовые опросы по крестообразной выборке союзной телеаудитории по поводу качества телепрограмм. То есть мы стали, фактически мы стояли у истоков рейтингового телевидения. Мы стали замерять популярность. Примитивно. На тот момент примитивно. Мы тогда просто опрашивали аудиторию путем социологических вопросов. Проведение социологических исследований. И делали первые рейтинги. Тогда же появились первые клипы после 1985 года. Развлекательная телевидение стало развиваться несколько в другом роста, чем до этого. Во многом это и моя вина. Владимир Сергеевич, я вот тоже хотел сейчас сказать. То есть вы стояли у истоков российской попсой. Совершенно верно, да. Ну, не в буквальном смысле, конечно, но косвенно, косвенно, да. Но, может быть, это и тоже одна из причин, почему я ушел с Гостли радио в театр. Но, как бы то ни было, да. Мы замеряли первые пики популярности тех или иных передач. Давали рекомендации руководству Гостли радио. Какого рода рекомендации были? Ну, об ожиданиях у аудитории, реакции у аудитории на те или иные проблемы. Слушайте, мне вот интересно, 1985 год. Какие ожидания были у аудитории в 1985 году? К тому времени телевидение во многом, как вам сказать, ну, старело по картинке. По картинке просто. Нужны были какие-то совершенно новые формы, новые формы воздействия на аудиторию. То есть это форма подачи, визуализации, но это же не содержание. Нет, и содержательные моменты мы замеряли. Замеряли, уточняли, о чем хотела бы знать аудиторию больше. Причем самое интересное, люди в соцопросах, как правило, очень откровенные. Если мы действительно проводим толковые исследования и даем нашим респондентам понять, что их мнение действительно будет анонимно, а так оно и есть, так оно и было всегда, иначе социология не имеет смысла заниматься, то люди отвечают весьма откровенно на многие проблемы. И говорят о том, что они хотят, что они хотели бы знать, слышать, видеть, тоже весьма настойчиво настаивают на своей позиции, точки зрения и на своих желаниях. Другое дело, что не всегда к этим рекомендациям прислушиваются руководства. Но даже в Академии общественных наук, когда мы занимались проблемами гораздо более глубокими и серьезными, о том, куда мы вообще идем, что происходит в стране, и давали абсолютно объективную информацию, значит, это был способ такой, не способ, а форма аналитических записок. Мы писали аналитические записки на тот или иной отдел ЦК, на секретариат ЦК и так далее. Мы давали абсолютно объективную информацию. Другое дело, что не всегда реагировали на эти записки так, как нам хотелось бы. Не всегда принимались, а иногда и вовсе не принимались, никакие решения по нашим выводам и рекомендациям. Но с телевидением такая же точная история. За тем, что происходит сегодня в отечественном кинематографе без философии, наблюдать можно? Иногда можно. Вы же вот на протяжении буквально 15 последних лет, вы практически постоянный участник нашего сериального действия. То есть, как не включишь, Юматов, в какой-то ипостаси. Чаще, чаще в погонах. Чаще в погонах, да. Вы же знаете все это изнутри, всю эту кухню. Вам есть с чем сравнивать? Опять же, вы философ. Нет, я вам так скажу. Я все-таки не склонен, так уж знаете, совсем пессимистично смотреть на развитие нашего сериального телевидения. Мне кажется, что произошли все-таки очень большие подвижки, и любой актер вам об этом скажет. Я не говорю про пессимистическое развитие сценария, я сейчас говорю с точки зрения философии. К этому можно вообще относиться? Но философии вообще, в принципе, можно ко всему отнестись. Понимаете? Просто когда, извините, перебью, когда рассказывают про коррупцию высших эшелонных власти, например, там, образца, там, 85-го года, да? Эти зажравшиеся, там, не знаю, из политбюро, чиновники, вот они воровали народное добро. Ну, мама дорогая, ну, где тогда воровали, где сейчас воровали? Если так упрощенно говорить. Мне один умный человек из правительства сказал лет 10 назад, Гришин, пока ты не поймешь одну простую вещь, ты будешь вибрировать. Ты пойми одну простую вещь. Мы живем параллельно. Мы живем в своей параллельности. Вы живете в своей параллельности. Как только мы пересекаемся, по Лобачевскому, не по Евклиду, как только мы пересекаемся, у вас начинаются проблемы. Когда мы живем параллельно, и вам хорошо, и нам хорошо. Но мы вас не воспринимаем, вас нет. Я хочу верить все-таки в политиков, которые живут не в параллельном мире. И в политику, которая существует не параллельно от нашего существования. Понимаете, все-таки, не будем сейчас называть фамилии, но я могу, да, немного. Да, может быть, мне хватит пальцев двух рук. Но все-таки назвать несколько человек, которые, как мне кажется, занимаются искренней политикой. И живут с нами в одном мире. И я вам так скажу. Проще всего сказать, что власть, политика – это грязное дело. Так оно и есть в большинстве случаев, и мы об этом знаем прекрасно. Но если бы не было искренних политиков, если бы не было людей, которые действительно желают перемен и действительно хотят существовать с нами в одной реальности, была бы большая беда и давно. Вы за искренность? Безусловно, абсолютную искренность в политике. Так же, как в театре. Понимаете, выходить на сцену и существовать в своем персонаже фальшиво, лживо, зная, что тебе зрительный зал, те, кто в темноте, безразличны, тогда надо уходить из профессии. Понимаете? Кстати, очень хорошая параллель. То же самое и в политике. Мы как зрительный зал, мы как темнота, которая перед ним. Если они не для нас это делают, то какой смысл этим заниматься? Это преступление. Спасибо большое, что пришли. Желаю вам побольше искренних, нелживых ролей. Спасибо. И очень надеемся, что увидеть вас все-таки в какой-нибудь мощной полнометражке. Потому что сериалы с сериалами, но все-таки хочется на большом кино. По-моему, очень интересный разговор. Спасибо. Спасибо большое. Это был Владимир Юматов. В следующую пятницу мой гость – народный артист Российской Федерации, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев. Поговорим обо всем. Это был телесоскоп Антон Гришин. Смотрите телевизор. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok